И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео я всё-таки решил вновь вернуться к разговору о взаимоотношениях Азербайджана и Украины, а также Азербайджана и Ирана. Почему? Потому что я понял, что есть некоторые моменты, которые либо не озвучивались, либо до данного момента не происходили. Тем не менее, когда они выявились наружу, вслед за ними выявились некоторые тенденции некоторых стран по отношению к Азербайджану. О чём я говорю? Ну, давайте приступим. Начнёмся с Украины. События в Украине, пугающие и грозящиеся перейти практически ту красную грань Третьей мировой. Все это мы прекрасно знаем, осознаём и, как нормальные люди, опасаемся. На фоне этих потенциальных угроз в Украине происходят непонятные аресты азербайджанцев. Мессира Гасымлы. Я уже говорил об аресте данного героя. Эта страшная в своё время новость шокировала азербайджанцев. Героя 44-дневной, на самом деле, Отечественной войны, арестовали из-за обвинения, которое выдвинул человек, связанный именно с армянской диаспорой. Интересный момент. Не находите? Все сразу стали говорить о заинтересованности в этой посадке Авакова. Арсена Авакова. Экс-министра внутренних дел Украины. Бывшего, как принято говорить, бакинца. Но, знаете, что интересно? А только ли он один был заинтересован в посадке азербайджанских героев? Разве? Я вас огорчу. Среди украинцев были люди, для которых все не славяне являются не людьми. Это те самые украинцы, которые вместе с русскими составляли костяк Славянского Союза. Неонацистского движения. Ведь они резко испарились. Просто исчезли. В отношении представителей Славянского Союза даже не проводились многочисленные уголовные дела. Не заводились. Так как же они могли исчезнуть? Не было слухов об ужасающих убийствах массовых этих самых славянских неонацистов. Они просто пропали. А может быть они составили силовые органы славянских народов? Крепкие ребята, умеющие убивать. Согласитесь, это вполне возможно. И как вы считаете? Учитывая то, что их связывает так называемая любовь к славянскому миру, как эти ребята отнеслись к тому достаточно мощному удару, который нанес по высокомирию славянских нацистов 44-дневная-отечественная война в Карабахе. Когда так называемые чурки, как называли нас вот эти самые представители Славянского Союза, сломали в общем-то российскую военную машину. Так как большинство армянского генералитета, несмотря на то, что их Славянский Союз также не терпел и называл хатчиками, тем не менее, обучались в России. Это удар по самолюбию. Не так ли? Достаточно мощный удар, при котором можно даже пойти на контакт с украинскими правоохранительными органами во главе, пускай даже с таким же хатчиком, Аваковым. Разве я в чем-то ошибаюсь? На фоне этого я неоднократно говорил, чтобы украинский народ не обижался на меня. То, что я говорю, является просто констатацией фактов и попыткой осветить те темные углы, в которых находятся те силы, которые заинтересованы в разжигании конфликта между Азербайджаном и Украиной, ухудшением отношений, чтобы украинцы внимательно относились к тем самым лицам, которые отдаленно хотя бы имели отношение к Славянскому Союзу. Поправьте меня, если я в чем-то не прав. Продолжая наши с вами рассуждения, я вынужден перейти как раз таки к Роману Цыпину. Потому что Роман Цыпин решил попытаться сыграть на руку тем силам, которые и пытаются расшатать отношения между Азербайджаном и Украиной. Он заявил, в частности, в одном из роликов на своем канале, что у Азербайджана по сравнению с Украиной нету свободы слова. Интересно. Крайне интересное заявление. Давайте с вами разберемте этот раздел, этот момент и зададим здесь главным вопросом, самым важным вопросом. Почему в Украине украинцы молчат о тех беззакониях, которые творят судебная структура Украины? Почему украинцы молчат об участии части украинского общества в антиазербайджанских азербайджанофобских факельных шествиях, которые устраивают так называемый демократический полюс в Армении? Значит, есть темы, за которые можно пострадать, реально пострадать. Это первое. Значит, в Украине уже нет того, той свободы слова, о которой он говорит. Теперь в отношении Азербайджана. В отношении Азербайджана. Подождите, я не понял. Неужели вы не внимательно смотрели видео деда Меджида и не внимательно следили за каналом вашего слуги? Это те, кто верит так называемому Цыпину. Дед Меджид лично адресовывал критику первому лицу. Это было неоднократно. И как мы можем с вами наблюдать, этот человек на свободе и вполне чувствовать себя великолепно. То же самое делал и ваш слуга, критикуя самую сильную структуру из тех, которые находятся внутри Азербайджана. Я говорю про аудиторскую контору. И тем не менее, как вы видите, никто не выкручивает мне руки. странно получается. Самая действительно коррумпированная структура, мега мафиозная структура не может ничего сделать с простым блогером. Интересный момент. Не находите? На канале вашего слуги также звучала критика в отношении мэрии Баку. Да чего там греха таить? Эта критика звучала в общем-то в отношении мэрии всего Азербайджана. Когда в парках сажают маленькие деревья, которые не создают крону, а в Баку в Азербайджане бывает крайне жарко. И это вредит здоровью в частности детям. А разве этого не было? разве? Что же касается критики президента, ведь он подразумевает видимо этот момент, а не критику власти. Он говорит о том, что кто не критикует первое лицо, тот не свободный человек. Интересно. Крайне интересное заявление. То есть по неволе я могу немножечко переозвучить во-первых данное заявление. Кто не согласен с Цыпиным, тот не свободная личность. А разве это уже свобода слова, если все будут соглашаться с одним и тем же человеком и выражать недовольство в отношении другого человека? А разве Цыпи не понимает о чем я говорю? Тем более соглашаться с человеком, который давным-давно не был в Азербайджане. и он судит о первом лице Азербайджана. Странно. Очень странно, дорогие друзья. Но больше всего меня убило приглашение тире участие в разговоре Цыпина и Арама Макричана. Их диалог. Почему? Ну давайте разбираться. Почему я не верю Араму Макричану? Почему я никогда не захочу говорить именно с данным представителем армянства? Я готов говорить с кем угодно. Кроме таких личностей, как Арам Макричан. В кавычках личностей. Причина крайне банальна. когда открываешь его канал и просто блуждаешь по видео, которое он загружает, натыкаешься на некоторых личностей, в кавычках личностей, которые четко вырисовывают его истинную позицию. Не ложную, когда он старается выставлять себя мягким и пушистым, общаясь с азербайджанской стороной, а истинную позицию. О чем это я? Я о двух видеороликах, о двух вернее героях его каналов. Это его интервью, его разговор с демократическим полюсом, да, с тем самым демократическим полюсом, члены которого сравнивают евреев с биолабораторными крысами, которые устраивают факельные шествия. не странно ли мирный человек, проживающий в Германии, прекрасно понимающий, что такое нацизм, говорит с откровенно нацистскими в кавычках личностями, вместо которых на нарах. но он говорит с ними. И он, в общем-то, во многом соглашается с ними. Интересный момент. Но если это было, был бы только единичный выступление, единичное его общение, но ведь это тоже не так. он не только выходит поддерживать факельные шествия демократического так называемого полюса, но он еще неоднократно приглашал к себе на канал как гостя Владимира Погосова, откровенного расиста, который выступал с издевкой против азиатских рас, превознося так называемых арминоидов, расу арминоидов. при этом, что интересно, Арам Макарчан для вида делал ему замечание, но продолжал приглашать почему-то Владимира Погосова. Как можно верить лицемеру после этого? Ты критикуешь, но ты приглашаешь. Я не знаю, я не знаю, дорогие друзья, а зачем говорить с лицемером? Не знаю. Продолжая наше с вами рассуждение, это такое, я бы сказал, данное видео является миксом различных тем. Главная тема это Украина и Иран. К Ирану мы сейчас с вами как раз-таки и приступим. на мой взгляд, несмотря на смешанность тем, крайне важное. Но давайте перейдем к Ирану. Для этого я должен вернуться, как ни странно, на главную страницу своего канала. Многие из вас уже, наверное, посмотрели, а те, кто не видели, обязательно посмотрите видео под названием «Игры вокруг Калачина» на канале вашего слуги, где я обсуждал причины, которые вызвали то, что происходит в данном регионе Азербайджана. И вот те самые события, о которых я говорил в том самом видео, как ни странно, теснейшим образом связаны именно с Ираном. Ведь те самые армянские компании, которые добывали медь, золото и другие драгметаллы на территории Азербайджанского Карабаха во время его оккупации, должны были где-то реализовывать данные, в общем-то, богатства азербайджанской земли. Так где же они это производили? Конечно же в соседнем столь любимом армянами Иране. При этом любимом, несмотря на то, что Иран неоднократно гнобил армян, при этом гнобил на протяжении сотен лет, как известно в Османской империи армяне жили прекрасно, а вот в Иране не все так было легко и просто. Но дело не в этом. Как я сказал, азербайджанские богатства вывозились в Иран. в том самом видео «Игры вокруг Лачина» я обратил ваше внимание на то, что 22-го, если мне не изменяет память, июня Азербайджан осуществил продажу лачинских разрезов, в которых добывается в частности медь, одной из английских компаний. То есть, как вы можете понять, в этом случае Иран теряет возможность дешевого приобретения драгметаллов. А уж то, что Иран навряд ли покупал золото с Карабаха по действительно истинной цене, это уж точно. Ну, а для армян и 3 копейки незаконно вывезенного золота получить 3 копейки, и то как-никак греет карман. Карман, в частности, армянских сепаратистов. Так почему же с 22 июня в неочередной раз изменилась риторика Ирана? Может быть, потому, что Иран через своих людей в Англии узнал о сделке Азербайджана с одной из металлодобывающих компаний Великобритании? Может быть, все дело в этом? не мог не поделиться своим вот этим размышлением? Ведь в случае втягивания через создание конгломерата, о котором я тоже говорил в том самом видео России, Америки, так как за данной английской компанией есть рука США с самой Англии. это крайне опасно для именно Ирана сближения России вновь с Западом, тем более на территории не Ирана, а Азербайджана, то бишь усиление роли Азербайджана в регионе. при этом грандиозное усиление. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня. На этом, пожалуй, я даже закончу данное видео. Единственное, что хотелось бы сказать, что когда я говорил о цепени, кое-что хотелось бы дополнить. Я могу понять, когда хотя и то мне тяжело было бы понять, если азербайджанец, если метис, имеющий еврейские корни, но хотя бы не кричащий на каждом шагу о переживании за синагогу в Азербайджане, как это делает Цепин. Я могу понять таких людей, которые даже бы поговорили, хотя с трудом, но могу понять с Арамом Макарчаном. Это попытка заставить зрителей Арама Макарчана посмотреть на армянский радикализм со стороны азербайджанцев. Глядишь, кто-нибудь и одумается. я могу понять, но мне очень тяжело понять, когда такие, как Цепин, стучащие в грудь о своем еврействе, приглашают на канал друга, соратника, сотоварища армянских практически неонацистов неонацистов из демократического полюса и являющимся еще к тому же другом Владимира Погосова. как-то не знаю, но мне тяжело представить, чтобы еврей, истинный еврей с уважением относился к вот этому всему. На этом все, дорогие друзья. Я заканчиваю данное видео. Итак, в данном видео пришлось поднимать многочисленное, даже, я бы сказал, количество тем. Поэтому не забудьте ставить лайки, оставлять комментарии, делиться ссылками в соцсетях, приглашать друзей и знакомых. Ну и как всегда, не забудьте, что под видео, кроме тех ссылок, которые мы с вами рассматривали, либо о которых я говорил. Я также оставлю необходимые данные для спонсирования канала вашего слуги. На этом все, дорогие друзья. Всегда ваш Сеидов Камран. До свидания. До свидания.